Хлеб на каждый день Саул – первая страница в истории царей израильских, первые ростки свободных демократий, оттепель, весна. Все теперь по-новому, или, вернее сказать, по-старому, как у прочих народов. Наконец, все, как у людей. Вот оно, рождение новой формы человеческого общежития. Теперь все будет по-другому. Теперь мы, как народ, не бесправ. Мы не быдло. Мы не тягловый скот. Мы – народ. Теперь всем есть место, и у всех есть право. Совет старейшин – это суммарный голос народа перед лицом царя-монарха. А царь – ну так, манекен в мундире, игрушка в руках кукловода. «Подними свой рейтинг, Саул, не робей, застолби себе место, лови общественные настроения, угадывай наши желания. Ты один из нас, помни, пока ты наш, мы твои. Ты думаешь, тебя избрал Бог? Ошибаешься. Ошибаешься. Бог послушался народа. Вот как велик он, народ. На дворе новый век. Истину определяет не пророк, а большинство. Мы знаем, каково тебе между двух огней, между Богом и нами. Но посмотри, теперь и Бог считается с нами. Ты наш избранник, лицо нации. Служи Отечеству, Саул, и будет вечен твой престол. Ну, что пророки? Какой от них толк? Они одиночки в своем Отечестве. Почему? А потому что презрели наши интересы, отвергли молитвы наши ради его голоса. Но если даже Бог отвергнет тебя, Саул, это уже ничего не изменит. Ты наш, а не его. Эпоха судей миновала. Теперь эпоха царей. Карты перешли в другие руки. Теперь не мы его народ, но он наш Бог. И ты наш царь. Теперь все наше, потому что время наше. Политика – котел страстей, коллективная истерия. И главный козырь в том, что якобы каждый голос что-то значит. Ты влияешь на судьбу всей нации. В твоих руках будущее страны. Ты определяешь завтра. Знаете, к чему я пришел? Атеизм – это не отрицание Бога, а провозглашение себя вместо Бога. Взойди, человек, воссядь на свой трон. Вот постулат демократии. Отдай за нас свой голос, а мы споем твою песню. Добро пожаловать в развитой социализм. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Размышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго. До следующей встречи. Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».